Здравствуйте, спасибо большое комитету за предоставленную возможность выступить с устным докладом. Извините, пожалуйста, немножко простыла, поэтому если что-то будет непонятно, обязательно отвечу на все вопросы. Здравствуйте, название уже озвучили, и я лишь скажу, что в работе немножко сделаю обзор существующих оптических методов имиджинга нейронов, активности нейронов, и расскажу о разработках нашей лаборатории, посвященных InViva и ExViva применением генетически кодируемых кольцевых сенсоров. На настоящий момент существует множество подходов, позволяющих оценивать активность нейронов в мозге во время поведенческих актов. Так широко используется подход, основанный на оценке экспрессии немедленных ранних генов. И помимо классических способов оценки экспрессии немедленных ранних генов, таких как сифоз, после какого-то поведения в мозге животных и оценки того, какие нейроны были активны в этот поведенческий акт, сейчас существуют техники двойного умещения, то есть оценки популяции нейронов, которые активируются в один поведенческий акт, а затем в том же самом мозге, в том же самом животном оценки популяции нейронов, которые активируются во второй поведенческий акт и сопоставление этих двух популяций. Так, для этого есть линия трансгенных животных, основанная на ТТА-системе, который под контролем промоутера раннего гена сифоз находится тетрациклиновый трансактиватор, который в дальнейшем может позволить, я подробности могу сказать попозже, если возникнут вопросы, который в дальнейшем может позволить клеткам, которые были активны по немедленному раннему гену сифоз, экспрессировать флуоресцентный белок. И мы можем управлять этой системой, если животное находится на диете с доксициклиновым препаратом, то клетки никакие не имеются, даже если они были активны. При этом, если животное снять с доксициклиновой диеты, и в определенное временное окно клетки будут активироваться, эти нейроны будут синтезироваться в них в флуоресцентный белок, и он будет синтезироваться всю жизнь, поэтому один эпизод поведенческий мы так можем поверить. Популяция нейронов, которая была активна в этом эпизоде, дальше будет все время экспрессировать флуоресцентный белок. Второй эпизод для данного подхода метится как в классическом варианте, то есть животное подвергает второму эпизоду поведенческому, и дальше извлекает мозг, красит на сифоз, который был экспрессирован во втором эпизоде, и сопоставляет две популяции, сравнивая экспрессию флуоресцентного белка, который всю жизнь синтезируется после мечения первого эпизода, и эндогенного сифоза. Так, в работе 2013 года были сопоставлены популяции нейронов, которые были активны при обучении и при извлечении ранней памяти, или при обучении и извлечении отставленной памяти. То есть была оценена реактивация клеток при извлечении ранней памяти и отставленной памяти. Помимо такой системы существует система с другой трансгенной линией мышей, которую я расскажу чуть поподробнее, потому что это будет важно для наших разработок. Это система ТРЭП. Механизм примерно тот же самый, отличие лишь в том, какими белками все управляется. Под контролем промоутера немедленного раннего гена, в частности сифоз, может находиться в этой трансгенной линии промоутер кререкомбиназы. И вторая часть трансгена — это наличие гена флуоресцентного белка, который находится под стоп-кадоном, фланкированным блок с писайтами, который узнает кререкомбиназу, если она есть в клетке. Если нейрон активируется, но мы не индуцируем эту систему, то есть эта трансгенная мышка живет, и в ней активируются нейроны, но мы при этом ей ничего не вводили, то кререкомбиназа будет синтезироваться, так как немедленный ранний ген экспрессировался. Но она не будет действовать, потому что она неактивна, не будет вырезать стоп-кадон, и в этом случае никакие нейроны метиться не будут. При этом, если мы добавляем, даем животному, вводим внутри брюшины, если говорить точнее, вещество томоксифен, и нейрон активируется, то кререкомбиназа активируется, вырезает стоп-кадон, узнавая локспи-сайты, и в этих нейронах, которые активируются после введения томоксифена в определенное временное окно, при поведении, которое мы хотим пометить, которое мы хотим посмотреть, какие нейроны там были активны, они начинают экспрессировать флуоресцентный белок, и дальше, опять же, всю жизнь в этих нейронах будет синтезироваться новый флуоресцентный белок. Таким образом, можно пометить первый эпизод. Собственно, первый эпизод мы пометили, а второй, так же, как и в предыдущем варианте, после второго эпизода поведенческого мозг извлекают и проводят домоногистемическую окраску на немедленный ранний ген Сифос, чтобы оценить две популяции. Помимо системы двойного мечения, помимо мечения двух эпизодов, существуют методы инвива имиджинга, которые позволяют оценивать уже не два эпизода, а большое количество эпизодов поведенческих и оценивать, возвращаться к одним и тем же клеткам множество раз и смотреть, как изменяется их экспрессия. Опять же, я сейчас говорю про методы, которые основаны на оценке экспрессии немедленных ранних генов. Так и существует трансгенная линия мышей ФОС и ЕГФП, и с помощью двухфотонового имиджинга можно возвращаться к одним и тем же нейронам после поведенческих актов и оценивать то, как активация одних и тех же нейронов изменяется с течением времени и с течением серии экспериментов, в серии поведенческих актов. Так были исследованы, в работе 2014 года было показано, исследована популяция нейронов в ретроспленяльной коре при обучении животными в задачи пространственной задачи лабиринтного, водного лабиринта Морриса, при этом использовали и непространственную версию, и было показано, что большинство нейронов ретроспленяльной коры имели определенный паттерн активации, то есть они в большей степени активировались при пространственной версии, но не в непространственной, что ожидалось, скажем так, из других работ. И здесь важно, что мы можем посмотреть на одни и те же нейроны одного и того животного, бодрствующего, без дополнительных воздействий, проведя заранее операцию, и затем возвращаться к ним, не добавляя никаких веществ и никак не воздействия на животное дополнительно. Это были методы, основанные на экспрессии немедленных ранних генов, но данные методы существуют другие способы. Опять же, мультифотонная микроскопия, двухфотонная микроскопия, она была изначально предложена, и ее использовали для кальциевого имиджинга, который более привычен, наверное, в этом контексте. И второй способ, второй подход оценки активации нейронов — это подход с помощью патогенетической регистрации кальциевой активации нейронов. И данный подход широко очень применяется. Он позволяет регистрировать кальциевую активность различных нейронов в разных структурах мозга с помощью двухфотонного имиджинга. Это обычно области коры или гиппокамп. С помощью микроэндоскопа это тоже могут быть области коры, но могут быть более глубокие структуры. Различные способы инвиво-визуализации. То есть разные структуры, нейроны разных структур можно смотреть. Помимо этого можно смотреть, и так я привела работу 2016 года, смотреть не только разные структуры, но и разные типы нейронов. Так смотрели, используя разные линии мышей, краезависимые, нейроны, интернейроны различных типов, самоцтатиновые, ВИП-положительные, праволюбомин-положительные нейроны, смотрели на их активацию при поведении. То есть обратиться к нейронам различных типов, различных структур, это сейчас широко применяется и возможно. Однако для того, чтобы посмотреть на нейроны, которые были активны при определенном поведении, при формировании памяти, то есть обратиться к популяции, которая ответственна за формирование памяти, или я в дальнейшем буду говорить об энграмме памяти, то есть популяции нейронов, отвечающие за данную память, распределенную в мозге, в настоящее время исследований, в которых обращаются непосредственно к этим нейронам, нет. Поэтому мы разрабатываем и в данном докладе я предложу линию мышей, которая может позволить обратиться к оценке кальциевой активности нейронов, энграммы, то есть нейронов, которые были помечены при обучении, при формировании памяти по немедленному раннему гену сифоз. Так, я говорила уже о треп-системе, здесь линия основана на том же. Для получения этой линии FOS-CRE-GCAMP, то есть в нейронах, которые активировались по FOS в определенный поведенческий эпизод в дальнейшем синтезируется кальциевый сенсор GCAMP, для получения этой линии были скрещены имеющиеся линии FOS-CRE и линии с кальциевым сенсором GCAMP-3. И по тому же принципу, о котором я уже говорил, эта система работает. То есть если мы вводим томоксифен перед обучением, во время обучения, те нейроны, которые были активны по немедленному раннему гену сифоз, в дальнейшем несут кальциевый сенсор GCAMP. мы скрестили этих мышей и этой линии, и нами были проверены отгенотипированные мыши, это гетерозиготная линия, и был получен, показано, что трансген есть, как у потомства, и FOS-CRE и GCAMP, то есть успешно была получена двойная трансгенная линия. Дальше мы оценивали динамику накопления GCAMP. Из литературных источников известно, что после эпизода обучения или эпизода поведенческого, который мы хотим пометь, не сразу накапливается, не сразу появляется флуоресцентный белок, и мы оценили, через какое время после желаемого нами эпизода, который мы хотим пометь, будет накапливаться кальций-сенсор. Для этого мы провели операцию по вживлению транскраниального окна для дальнейшего инвивого имиджинга над теменной ассоциативной областью коры. Через месяц ввели животным тамоксифеном на трибрюшина, через 24 часа провели условно-рефлекторное обучение в модели условно-рефлекторного замирания на звук, то есть вырабатывали условный рефлекс замирания на звуку мышей. И через различные сроки после обучения проводили инвивый имиджинг одной и той же области коры мозга мыши. И вы видите кривую, которая показывает процент нейронов в области темнадцатинной коры на этих различных сроках после мечни. Видно, что максимальное, то есть на третий день происходит уже увеличение количества нейронов, которые несут кальций и сенсор, и в дальнейшем, то есть на четвертый фактически, в дальнейшем оно сохраняется примерно постоянно. Более того, здесь показаны до седьмого дня, мы смотрели и через месяц, примерно такое же было количество нейронов, то есть то же самое было количество нейронов, к ним можно возвращаться в дальнейшем множество раз на протяжении длительного времени. Поэтому в дальнейшем для уже оценки кальциевой активности мы смотрели именно на этом сроке через полных три дня, то есть на четвертый день после обучения. Вот, собственно, нейроны, которые видно через три дня после обучения на четвертый день. Это изображение, полученное в двухфотонном микроскопе у живой мыши. Видно, что кальций и сенсор находятся и в телах, и в отростках нейронов, при этом довольно средняя плотность нейронов. Я сейчас об этом еще скажу. Более того, мы могли успешно возвращаться к дендритам нейронов и к дендритным отросткам. Я не очень уверена, что видно хорошо, но, тем не менее, при увеличении мы хорошо различали отдельные дендритные шипики и могли возвращаться к одним и тем же телам и к одним и тем же дендритным шипикам у одного и того же животного. Животное, да, бодрствующее под микроскопом. Сейчас тоже покажу. Для дальнейшей уже оценки кальциевой активности в нейронах, участвовавших при обучении, мы проводили тот же самый протокол, только уже через полных три дня смотрели после обучения, проводили кальциевый имиджинг. Здесь еще стоит отметить, что животные у нас были закреплены под микроскопом. Они обучены сидеть, поэтому они довольно спокойно сидят в этой установке. Но мы использовали мобильную домашнюю клетку. То есть это арена, которая летает под микроскопом. Она стоит на специальной пластине, через которую проходят воздушные потоки. И как по принципу аэрохоккея, эта арена карбоновая летает, мышь закреплена за голову, но тем не менее относительно мыши, она может совершать относительно арены, она может совершать движения, может поворачивать, тыкаться в стены. И поэтому для различных поведенческих задач это довольно удобная система. В данном случае она скорее для того, чтобы животным было спокойнее сидеть, не просто жестко закрепленно быть, а может передвигаться в этой арене животное. Здесь представлен еще один стэк. И нами было оценено распределение нейронов в глубине этого стэка, стэков разных мышей. И было показано, что наибольший процент нейронов в темно-остативной коре было на втором-третьем слое стивной коры. Но на самом деле, да, стоит отметить, что глубина проникновения здесь была, здесь показано 300 микрометров, но максимально это было 400-350 микрометров, просто для всех животных это около 300 микрометров. И была проанализирована кальция активность при извлечении памяти. Да, я, наверное, не сказала. Важно, что кальциевый имиджинг проводили не просто в спокойном состоянии животного, а при извлечении памяти. То есть при имиджинге подавали тот же самый условный сигнал, который был при обучении, для того, чтобы посмотреть, как те же самые нейроны, которые здесь были помечены по фосу, здесь реагируют на условный сигнал. На данном слайде представлен пример записи кальциевой активности. Желтым показан звук, то есть условный сигнал, он подавался здесь серией. И было выявлено три типа нейронов, которые были выделены в зависимости от их кальциевой активности. Одни не реагировали никак вообще на протяжении всего. Это розовая линия. На протяжении всей регистрации другие активировались во время звукового сигнала, но правда, как вы видите, это не обязательно было во время всех серий. Эта серия между ними, здесь можно посмотреть по секундам, не во время каждого звукового сигнала, просто во время одной серии эти нейроны активировались. И были нейроны, которые активировались между звуковыми сигналами. Но опять же, сейчас это исследование идет, и процентное соотношение нейронов, или, может быть, больше их количества сейчас нарабатывается, и процентное соотношение нейронов я сейчас не скажу. Помимо этого, важной особенностью этой линии, как я уже отмечала, является то, что мы можем вернуться к отдельным шипикам и дендритным отросткам и обратиться к их кальциевой активности. К нам было зарегистрировано увеличение кальциевых событий в одном из шипиков, которое предшествовало изменению кальциевой концентрации G-Camp, скажем так, флуоресценции G-Camp в целые ветви. На самом деле, это выглядело довольно ярким событием, потому что здесь вспыхнул шипик, и дальше целая ветка тоже вспыхнула. Что важно здесь отметить, то, что по сравнению с другими методами, к тому, чтобы вернуться к отросткам нейронов, которые были вовлечены в обучение, эта линия позволяет это сделать, а другие аналогичные способы, например, в FOSGFP ввести другой кальциевый сенсор, не позволили бы этого сделать. То есть то, что можно сделать у нейронов и нграмм, посмотреть отростки, посмотреть дендритные шипики, пока что можно сделать с помощью вот этой линии только. Поэтому какие перспективы использования этой линии? Это долговременная педагенетическая регистрация кальциевой активности одних и тех же нейронов и нграммы при угошении памяти или при различных поведенческих актах других. Оценка изменения количества и положения шипиков нейронов и нграммы, то есть помимо кальциевой, то же самое оценка кальциевой активности отдельных шипиков нейронов и нграммы. То есть мы можем посмотреть не только на кальциевую активность, о которой я сейчас говорила, но и о ее положении шипиков и их изменении поворотов, потому что кальциевый сенсор находится во всей цитоплазме, и можно это оценить. И сопоставление изменения кальциевой активности нейронов и нграммы и активности нейронов, не вовлекавшихся в обучение при извлечении памяти на уровне тел и гендритов. Как это можно сделать? Это можно вот в эту линию фоск-рэджи-камп ввести другой кальциевый сенсор, красный, например, который пометит различные нейроны, он попадет просто туда, туда, куда он в целый мозг, попадет в различные нейроны, и мы можем оценивать кальциевую активность в нейронах нграммы, она будет деленной, и оценивать неспецифическую активность клеток, сравнить при различном поведении в дальнейшем. То есть сопоставить, как реагировать будут нейроны специфичные для этой памяти, например, на вспоминания, и как будут реагировать нейроны, которые не участвовали в формировании памяти. Это можно сделать с помощью этой линии. Да, собственно, первым и вот этим мы сейчас занимаемся. Помимо этого, вышло? Можно еще две минутки? Очень коротко. Два слайда осталось. Извините, пожалуйста, я быстренько скажу. Помимо этого, быстро тогда скажу, что проект с Vivo Imaging не упомянула. Разрабатываем сейчас кальциевый сенсор, который созревающий, кальциозависимо созревающий сенсор. он позволяет... Сейчас, ладно. Он наработан был в бактериях, и было показано, что при попадании в клетку бактерии его сначала не видно, не видно, но потом при большом количестве кальция, при долгом времени, конкретно сейчас мы выясняем динамику, появляется флуоресценция этого кальциевого сенсора. И мы стали проверять на мышах, вводили вирусные частицы в бочонковые поля самоцензорной коры, вирусные частицы с этим сенсором, и разделяли мышей на группу, в которой была сенсорная стимуляция с стимуляцией Vibris, и на группу без сенсорной стимуляции. И проводили X-Vivo Imaging, просто на фокальном микроскопе, GFP, и, собственно, сенсор, он красный, оценивали среди зараженных нейронов, какая часть будет активна в этой группе и в этой GFP во всех клетках, которые были заражены. И оказалось, что, собственно, все, это последний слайд, оказалось, что в группе стимуляции процент активных клеток среди зараженных был высокий, а в контрольной низкий. И, собственно, сейчас мы продолжаем исследовать его динамику и проверять это на поведении тоже. Спасибо большое за внимание. Это его перспективы, но я уже кратко сказала. И также хочу благодарить соавторов, ну, и еще раз в комитете. Все, я уже... Спасибо большое. Давайте один короткий вопрос, если есть. Так, нет. Ну, короткий. Во-первых, скажите, какие красители вы использовали? Так ли они просто туда инкорпорируются в нейроны? Красители при инвиве в каком... В инвиве, да. Это мозг, открытый мозг мыши, насколько я понял. Это была трансгенная линия FOS-CREG-G-CAMP. Нет, ну, кальцио-регистрацию используете, а краситель для кальцио-регистрации какой? G-CAMP-3. Он просто инкорпорируется, то есть, или его надо специально... Он генетически кодируемый, то есть, это была трансгенная линия мышей, у которой после индукции в клетках, которые были активны, появился G-CAMP-3. Спасибо. Ну, очень быстро, очень красивая работа, замечательно. Спасибо большое. Поздравляю вас. Спасибо. Значит, у меня просто вопрос, когда вы показывали кальцио-стимуляцию, при повторах у вас нету, у вас повторных не работает. Понимаете, как у нейронов? То есть, такого вы не видели никогда, у вас не получалось. То есть, нужно искать области для того, чтобы была повторяемость. Вот это самое главное. Согласна. Согласна. Пока не повторялось, поэтому работаем над этим. Спасибо. Спасибо. Давайте... Продолжение следует...